Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Один живой организм Полярная ночь Долгие месяцы без солнца и тепла В декабре единственным источником света на небосклоне становится северное сияние Его холодные лучи не могут пробиться сквозь толстую кромку льда Подводное зазеркалье вымирает И только с возвращением солнца у жизни появляется шанс Планктон начинает свисти На него появляются маленькие рачки На них являются гневики и медузы И за один месяц море из безжизненной пустыни превращается в бурлящий котел В котором плавают сотни, тысячи, миллионы разных организмов Все это циклично И все это завязано на солнце, на полярный день, на ледовую шапку И это делает мир Белого моря уникальным абсолютно Морской биолог Александр Семенов наблюдает за уникальной экосистемой уже почти 15 лет Сегодня ученый и профессиональный фотограф возглавляет водолазную службу Беломорской биостанции МГУ Вместе со своей командой Александр почти ежедневно погружается в этот поразительный мир Я влюбился в Белое море с первого раза Для меня подводный мир это как космос со своими пришельцами Которые у нас вот под ногами Нам не надо никуда летать Нужно надеть акваланг, скинуться в воду И все, и ты в другом мире И вокруг тебя настоящие инопланетяне Удивительно, но начало освоения космоса и начало изучения океанских глубин Практически совпали по времени 55 лет назад Юрий Гагарин совершил свой исторический полет А за 5 лет до этого начал свою подводную одиссею Изобретатель акваланга Жакрев Кусто Который открыл для нас путь в иной космос Космос мирового океана В детстве по телевизору смотрел подводную одиссею команды Кусто И там показывали на тот момент совершенно фантастические кадры подводного мира Ничего подобного вообще не было Это, конечно, поражало воображение И юные умы будоражило Кусто говорил, что ученый – это человек Который смотрит на окружающий мир в замочную скважину И видит лишь маленькую его часть После чего он садился в свою желтую подводную лодку Закрывал крышку и говорил Нам надо пойти и посмотреть И это то, что мы делаем, в принципе, сейчас Мы идем в неизведанный для нас мир И ищем новые вещи Вместе со своей командой Подобно новому Кусто Александр Семенов При поддержке русского географического общества Исследует обитателей Белого моря Ищет неизвестные науки виды В акватории Белого моря наступила весна Одними из первых на глубине появляются полупрозрачные космические объекты Их бортовые огни переливаются всеми цветами радуги Принадлежащие к одному типу Но разные по размерам и форме Они кружатся в непрерывном диско-танце Или с грацией дирижабля Медленно пересекают холодные толщи воды Гребневики – это очень древнее создание Которое двигается с помощью восьми рядов грибных пластинок То есть это пластинки, склеенные из большого количества ресничек Которые бьются в унисон и очень красиво отражают цвет Весенние воды пустынны Но вот, навстречу грибневику спешит еще одна ранняя пташка Мелкий рачок – гипериида Благодаря особенности поедать себе подобных Ракообразная не может стать пищей прожорливого хищника Наоборот, охотник становится добычей Гипериида – паразит, который перебирается внутрь грибневиков и медуз И превращает их тела в свой передвижной ресторан Именно ради таких удивительных кадров Команда Александра Семенова выходит в море Многие их фотомодели живут в полной темноте На глубине в 40 и 50 метров Мы записываем объекты и снимаем, которые очень маленькие Их даже невозможно увидеть невооруженным глазом И Антон как раз занимается макросъемкой Для того, чтобы снимать таких животных, мало знать, где они живут Нужно очень мощное освещение Потому что без света под водой делать совершенно нечего Уже на глубине 20 метров у вас абсолютный мрак Даже бывали такие случаи, что когда снимаю один объект Вдруг потом на просмотре, на большом экране Обнаруживали на нем еще кучу других объектов Мелких, существования которых даже и не подозревали Беломорское зазеркалье – загадочный микромир Вселенная в миниатюре, в которой действуют свои неземные законы Там, под водой, человек не хозяин, а наблюдатель И все же задачи биологов не ограничиваются фиксацией морской жизни Их работа – поиск животных и микроорганизмов для научных исследований В этом сезоне водолазная служба получила сложнейшее задание За короткое северное лето им нужно найти и изучить Чрезвычайно редкого обитателя Белого моря Глубоководного моллюска – флабелину полярис Флабелина полярис – это совершенно фантастический моллюск голожаберный Это моллюск крайне редкий То есть в Белом море никто никогда не изучал его жизнь И поэтому мы просто ничего не знаем о нем Сегодня ученым известно порядка трех тысяч видов голожаберных моллюсков Флабелина полярис обитает только в северных широтах Впервые о ее существовании в Белом море узнали совершенно случайно В 2004 году полярис неожиданно попал в объектив подводного фотографа Вообще в Белом море полярис обнаружили совершенно случайно На подводной фотографии, которую сделали еще в 2004 году Когда цифровая техника подводная только стала появляться И потом, когда ученые собирали атлас флоры и фауны Белого моря Самый первый специалист, который писал раздел по голожаберникам И смотрел все фотографии, которые на этот момент имелись Он увидел и сказал Ого! Этого вида не должно быть в Белом море И с тех пор никто не знает, где этого моллюска найти То есть его один раз увидели и все С тех пор обнаружить его не удавалось никому из морских биологов Поймать его целенаправленно Все равно, что найти иголку в стоге сена Задача безумно интересная И она для уже достаточно опытных людей Которые могут и на больших глубинах работать И выносить холодные температуры Когда я первый раз увидел Флабелина Полярис Это было на фотографии Я сначала даже не понял, что это Это какой-то чужой Это что-то вот-вот неземное такое, действительно И в то же время он безумно красив Флабелина Полярис – неуловимая звезда подводного царства Отыскать эту звезду будет непросто Главный враг водолазов – время Короткое полярное лето Воды Белого моря не созданы для долгих погружений В нашей работе основная сложность – это то, что мы должны нырять на стоячую воду Это время между приливом и отливом У вас в сутки есть два прилива и два отлива И между ними по 6 часов вода течет И всего 40 минут вода стоит И ровно в этот момент, ровно по расписанию мы должны нырнуть Биостанция МГУ расположена на границе Полярного круга Это ворота в Арктику Приливы и отливы на Белом море очень ощутимы Уровень воды меняется в пределах 2-3 метров Рассвет жизни здесь связан с приходом полярного дня Круглосуточное солнце приносит долгожданное тепло Его предвестником на глубине становится нашествие удивительных созданий За свою волшебную внешность Это животное заслужило поистине мистическое название Морской ангел Один из самых красивых пловцов беспозвоночного мира Плавные движения его крыльев напоминают замедленный полет бабочки Эти парящие в толще воды моллюски появляются всего на 2 или 3 недели Откуда они приходят и куда исчезают – загадка для ученых Но им хорошо известно, какую цель преследуют злодеи в ангельском обличье У морских ангелов единственная еда – это морские черти Те же крылоногие моллюски, но которые в процессе эволюции раковину не потеряли Поэтому выглядят как маленькая улиточка У раковины, из которой вместо ноги полосы торчат два черных крыла Они совсем крохотные, это в 2-3 миллиметра Их практически не видно Хотя иногда их бывает настолько много, что от них чернеет море Арктическое зазеркалье – место, где ангелы всегда побеждают черти Этот маленький пловец еще не знает, какая ему уготована судьба Но он уверен в своей защите – плотной раковине Но даже с таким панцирем у него нет шансов на спасение Когда оно хватает Чертик оказывается зажат, как вот между пальцами И тут ангелу нужно его как-то повернуть к себе устьем Потому что раковина у него жесткая, а чертик, конечно же, туда прячется И он разжимает свои конусы на секундочку И он делает это до тех пор, пока чертик не схватится так, чтобы раковина была ровно над ртом ангела Рот у него тоже внутри головы И дальше происходит страшное, потому что у него изнутри головы высовываются две челюсти И с помощью радула, специальной терки хитиновой, которая есть у всех моллюсков Просто перетирает его по частям в пюре Но все же есть существо, которое более странное и фантастическое, чем все эти обитатели Зазеркалья В этом сезоне Флобелина Полярис – цель номер один для команды водолазов Беломорской станции МГУ Хочешь поймать редкий организм? Найди его любимое лакомство Ловля на живца начинается Мы выяснили, чем питаются Полярисы Они едят гигантских гидроидных полипов тугулярий, которые живут на большой глубине И сейчас наша задача – это погружаться в те места, где живут тугулярии В надежде, что мы там встретим и Поляриса Так, мы пришли вроде на точку По эхолоту у нас здесь должно быть 13 метров Точка наша в радиусе метров 20 Там рельеф какой? Там камни, валуны промытые И такой гравийник По идее, идеальное место для тугулярий Так что, должны найти Сильнейшие течения приносят пищу и кислород Поэтому каждая подводная скала Каждый выступ, за который можно уцепиться Становится полем битвы между тысячами морских существ Недавно, во время сеанса макросъемки, биологи сделали удивительное открытие Оказывается, в Белом море живут микроскопические существа Которые изобрели оригинальный способ борьбы с перенаселением на пространствах подводных скал Замечательный пример С такими рачками-дулихиями Которые строят под водой мачты Они строят их с помощью выделения своих желез на лапках Вот маленький рачок размером в миллиметр Строит мачту длиной 15-20 сантиметров На этой мачте сидит, питается И, что самое главное, количество этих мачт на квадратный метр Могут быть тысячи На этих мачтах проходит их социальная жизнь страшная, интересная Они выводят детенышей, меняются семьями Чего там только не происходит Главенствующее положение не гарантирует дулихии спокойствия В море слишком много желающих воспользоваться плодами чужого труда Это настоящая схватка Давида и Голиафа Дулихия бесстрашно противостоит агрессору Для морских козочек придонная давка и толчая – естественное состояние Козочки – единственные ракообразные, способные стоять, уцепившись задними лапками Добычу они ловят с помощью длинных антенн А потом счищают застрявший в них планктон своими клешнями У многих козочек отсутствуют конечности Это следы былых сражений Настоящей войны за место под холодным арктическим солнцем А вот и тубулярии Те самые хищные цветы, которыми питается флобелина полярис Представьте себе цветок, растущий на клумбе Это реально цветок Но на самом деле это животное И каждый его лепесточек – это щупальца Которыми он захватывает мелкий планктон и отправляет себе в рот В серединку этого цветка Ученые внимательно рассматривают поселение тубулярий В надежде обнаружить флобелину полярис Но, похоже, ее здесь нет Наблюдать за подводными баталиями можно часами Но водолазы должны возвращаться Мы обнаружили поселение тубулярий на той глубине На которой она вообще, в принципе, редко встречается Раньше мы их обнаруживали достаточно глубоко От 20 метров и глубже В этом месте тубулярий, оказывается, может обитать на глубине 13 метров Это достаточно высоко для нее Но недостаточно глубоко для того, чтобы там можно было обнаружить флобелину Так, тубулярий нашли Но хваляются к небу Беломорская биостанция МГУ Была открыта в 1938 году На берегу Кандалакшского залива Сегодня это по-прежнему труднодоступный уголок Дикой северной природы Дефицит летних дней И постоянные научные исследования Требуют ежедневных погружений Внезапная простуда руководителя водолазной службы Не может нарушить этого графика Лодки Самые молодые члены команды Майя и Федор Для начинающих водолазов Каждое погружение Повод проявить себя Показать свои профессиональные возможности Шанс обойти опытных коллег И первыми разыскать неуловимого моллюска На дне дайвера замечают существ С поистине космической анатомией Морских пауков У них восемь длинных тонких ног На которых они неторопливо перемещаются На самом деле у них в этих ногах Вся их жизнь У них все системы органов Расположены в ногах А тело Это маленькая перемычка Соединяющая эти ноги Морской паук Кажется настоящим флегматиком Он часами может преодолевать Всего лишь несколько сантиметров Иллистого дна Этот экземпляр даже не заметил Как вступил в схватку С морскими козочками А может они просто коварно Использовали паука Чтобы перебраться на новое место Не обращая на них внимания Это задумчивое существо Продолжает свой путь Паук идет туда же Куда плывут водолазы К зарослям тубуляри Эти ядовитые цветы зла Усыпаны гроздьями Забавных рачков Метоп Они отнимают от тубулярии еду И чистят ее щупальца взамен И она позволяет им жить на себе И каким-то образом Они избегают ее жгучих клеток С помощью которых она и охотится Но вот ползет какое-то Инопланетное существо Ничего подобного Прежде водолазы не видели Сань, прием Короче, приколись Мы наконец-то нашли этого поляриса Он, правда, маленький Волосатый, волосатый В общем, он был волосатый Маленький, с маленькими рожками В общем, такой, как надо Маленький, пробочий Ну-ка, полярис Ну-ка, дай-ка сюда Вот это? Да, да, это Ребят, это не полярис Это самая обычная верукоза Сидем на тубулярии Рога большие Просто он маленький У поляриса рога огромные Оранжевые Здоровенные И попила у него Совершенно по-другому расположена И они тоже длинные И очень яркие И вообще полярис Крупнее гораздо Вы его где нашли? На тубулярии Где еще? На тубулярии На тубулярии могут сидеть Практически любые флобеллины И нобелис И верукоза И полярис Но полярис Совершенно не так выглядит Так что Ребят, это не он Белое море не магазин Туда пришел и выбрал Здесь ты погружаешься И либо объект есть Либо его нет У них своя жизнь Непонятная нам Даже водолазы Которые погружаются Много-много-много лет Под воду Они это прекрасно понимают Что мы там гости Мы там чужие Вот И утверждать что-то точно Вот пришел Да, вот здесь он есть Мы так не можем Вот то же самое С этой флобелиной Вот должна она быть здесь А ее нет Уравновешенный Антон Не скрывает раздражение Полярное лето Перевалило экватор Близится осень В график водолазов Все чаще вмешивается Еще один природный фактор Капризная погода Северных широт Это все-таки Северный край Полярный круг Здесь Что лето Что осень Здесь всегда бывают И шторма И сильный ветер В хорошую погоду В море можно работать В плохую погоду В море работать Нельзя никак Но мы просто сидим И ждем Когда это кончится Бывают редкие случаи Когда очень нужно Каким-то ученым Которые приехали Совсем на короткий срок Добыть материалы И они просят нас Ну пожалуйста Сгоняйте Но мы конечно Стараемся этого не делать Потому что это уже рискованно У обитателей Беломорского зазеркалья Собственные проблемы Опасность подстерегает повсюду Под водой действует Жестокий закон джунглей Эволюция И ежедневная борьба Порождают причудливые Механизмы выживания Вид этого подводного дракона Может отпугнуть Любого противника Это Нереис Всеядный черт Как крот Он прячется в глубоких норах И поджидает Подходящую жертву Завидев ее Он выстреливает Страшным оружием У него огромная глотка Ввернутая внутрь И способная выстреливать Со скоростью В доли секунды На треть тела червя А червяк Может быть до 40 см длиной То есть там еще 12 см глотки И вот эти 12 см Выстреливают резко В жертву На конце у них Два крюка Такие хитиновые челюсти Которыми он хватает И утаскивает в нору Какую-нибудь рыбку Или другого червя В период размножения С Нереисом происходит Удивительная метаморфоза Он взмывает на поверхность воды И совершает процесс оплодотворения Разбрасывая свое семя В толще воды Выполнив свою главную функцию Нереис буквально теряет желание жить И совершает свой последний танец В Зазеркалье начинается настоящий пир Миллионы наводящих ужас Нереисов Становятся легкой добычей рыб И морских животных Не все вчерашние охотники Готовы сдаться без боя Этот перламутровый дракон Сражается изо всех сил Яростное сопротивление Приносит свои плоды Но это временная победа Именно из таких маленьких трагедий И состоят будни Арктического Зазеркалья В Кандалакшском заливе Затянулась минастия Водолазы ждут у моря погоды Дожди здесь могут длиться неделями Однако флобелина полярис не будет ждать С наступлением осени Не останется ни одного шанса Разыскать ее в этих мутных водах Поэтому исследователи идут на сознательный риск Приходилось и людей из-под воды спасать И самому попадать в ситуации Довольно щекотливые У меня у самого был один раз эпизод Когда я вынырнул И меня лодка должна забрать А лодку на волнах подкидывает так Что я оказываюсь под ней И меня просто по голове практически ударило Я мгновенно ушел под воду просто камнем Потому что иначе мне могло бы сломать шею В глубинах зазеркалья Природа испробовала все формы Все цвета И часто придает своим созданиям Неземной облик Окруженная ветвистыми щупальцами Иглокожая афиура Напоминает голову медузы-горгоны Раскинув шевелящиеся щупальца Она терпеливо выжидает Зазевавшихся жертв На глубине все животные медленные То есть им не надо никуда торопиться Они сидят, ждут свою жертву Единственный момент, когда они Как-то применяют свои Скоростные способности Это когда охотятся То есть они могут сидеть в засаде Без движения, неделями После чего, когда они кого-то поймают Оп! И все, схватил А дальше можно снова медленно его Уже переправлять себе картой Под толщей воды все обманчиво Например, эти подводные цветы Так похожи на астры Но к растениям они не имеют никакого отношения Яркие актинии Настоящие животные Они питаются микроорганизмами Ракообразными, рыбами И даже своими дальними родственниками Медузами Сорок минут под водой Пролетают незаметно Наверху все иначе Для человека в лодке Ожидание иногда тянется бесконечно Особенно, когда время погружения истекло А водолазов все еще нет Больше всех волнуется страхующий Потому что он не знает, что происходит с водолазами под водой То ли они утонули, то ли они не всплыли Может, у них кончился воздух Может быть, что-то там произошло На севере погода меняется очень быстро То есть погружались еще было более-менее Когда всплываешь, там уже штормовая волна идет Начинается течение и водолаза может унести в открытое море Водолазы уже давно должны сидеть в лодке Однако их до сих пор не видно на поверхности воды Самое сложное в такие минуты Сохранять спокойствие Большую волну ты находишься ниже волны А лодка находится на уровне моря Она может быть даже в 50 метров А ее, может быть, не видно А самое главное, что водолаза с лодки не видно Было довольно сильное подводное течение И волнение в другую сторону И в итоге лодку унесло в одну сторону Водолазы в другую И они оказались на волне очень далеко И это, к сожалению, и привело к потере водолаза Пережив напряженные минуты, команда возвращается на базу Контейнеры для образцов снова пусты Черная полоса в поисках флобелина «Полярис» продолжается Исследователям предстоит сложный разговор Но сначала Александр Семенов должен ликвидировать Неприятные последствия последнего погружения Морской биолог на себе испытал поцелуй Королевы подводного царства Медузы Цианей Если попадаешь лицом в медузу Ну, приятного, конечно, мало Даже чисто просто визуально, на взгляд А уж по ощущениям я и не говорю Сейчас что-то Какая-то совсем термоядерное А самое с ними неприятное От них начинаешь отмахиваться У них щупальца наматываются на руки А потом ты начинаешь с перчаток себе просто втирать все это в губы И рефлекторно И обжигаешься еще больше Ощущение такое, что с вас медленно содрали кожу Посыпали ее солью с перцем И немножко еще натирают наждачкой в течение дня Лимончик немного помогает Цианея – самая большая медуза в мире В Тихом океане встречаются особи, чей купол превышает 2,5 метра Щупальца гигантских медуз Могут полностью закрыть собою 12-этажный дом Здесь встречаются экземпляры так с хороший арбуз У медузы размером, ну, сантиметров 50 в диаметре Щупальца могут достигать 15 метров А это 5-этажный дом Вот представьте себе, где-то там в районе крыши 5-этажного дома Болтается вот такая медуза, а щупальца свисают до подъезда Тысячи длинных щупалец как сеть окутывают пространство вокруг медузы Каждая из них усыпана миллиардами опасных клеток Эти стрекательные капсулы – идеальное оружие защиты и нападения Наполненные ядовитым токсином, они способны парализовать и даже убить Зрелая стрекательная капсула – это вот такой пузырек Отверстие, которое закрыто крышечкой, а внутри свернутая полая нить Когда животному нужно, мы до сих пор не знаем, как это происходит Капсула способна выстрелить Это означает, что крышечка отлетает, а нить выворачивается Скорость выворачивания этой нити огромна Крочечка, казалось бы, легкая и хрупкая конструкция Может пробить покровы ракообразную Стрекательная клетка медузы – это капсула, которая напоминает пузырек с закрытой крышкой Внутри капсулы свернутая в спираль полая нить На поверхности капсулы находятся маленькие отростки При касании крышка отлетает, нить разворачивается И как гарпун фиксируется в теле противника По этому тончайшему каналу медузы и впрыскивают в тело жертвы яд Ученые провели эксперимент Маленького планктонного рачка поместили рядом с щупальцей медузы Тело рачка защищает твердый панцирь Приблизимся еще Перед вами редкие кадры Действия стрекательных клеток С помощью скоростной макросъемки видно, как медуза жалит свою жертву То, что вы видите, происходит за долю секунды Скорость выстрела этих капсул очень велика Сила невероятна Стрекательные нити буквально прошивают панцирь ракообразного И выпускают в него яд Еще одни красивые медузы, которые массово обитают в Белом море, это аурели Они отличные пловцы Но это не спасает аурелий от щупалец хищных цианей Если присмотреться, то в сетях этой цианеи та самая медуза аурелия Поразительно! 70% рациона царицы беломорского зазеркалия состоит из других медуз Львиная грива цианеи напоминает королевскую мантию На самом деле, это красное полотнище, ротовые полости медузы Цианея захватывает аурелию в свои сети Медуза-охотница обволакивает щупальцами медузу-жертву и поедает на ходу Часто вы можете увидеть медузу, маленькую, крохотную цианею Которая вот только появилась, она только начала расти И она сидит на огромной аурелии Для себя-то в 4 раза больше ее размера И она ее ест И она ее съест всю И все питательные вещества из одной медузы буквально перетекают в другую И она увеличивается день ото дня И вы можете встретить цианеи, которые похожи на плавающие футбольные мячи Внутри у них может быть 6-8 аурелий Но на этом пищевая цепочка не заканчивается Грозная цианея сама попалась и стала кормом для нашей старой знакомой Актинии Полярное лето на исходе Дайверы использовали все методы поисков флобелина Времени критично мало И шансов, соответственно, тоже Ученым предстоит серьезный разговор Что-то у нас не очень клеится На Ирмольницкой мы ныряли Тубулярий нашли, полярисов там нет На Кензе сегодня ныряли Тоже ничего нет На Крестовых, ребят? Нет, ничего не было, даже тубулярий не было То есть на камне, на котором обычно обувь закреплен Пусто, ничего Я думаю, что нам надо с этим завязывать Уже нырнуть на точку 100 нашу, любимую Может, там будет все Руководитель водолазной службы Александр Семенов Считает, что неуловимый моллюск просто не оставил ученым выбора В запасе у дайверов есть только один Последний козырь Расположенная на выходе из Кандалакшского залива Так называемая точка 100 Точка 100 – это подводная скала, которую обнаружили геологи случайно Они мониторили дно своими серьезными приборами И сказали, что они нашли какое-то странное место, похожее на скалу Мы нырнули и обнаружили там практически все Мы нашли там гигантских морских пауков Мы нашли там тубулярию индивизу, которую всего в нескольких точках у нас здесь растет Поэтому в этом году я очень рассчитываю, что именно там мы их и найдем Богатая флорой и фауной точка 100 – сложнейшее место для погружения Вершина подводной горы расположена на отметке в 15 метров Вокруг острова Пика – глубиной до 60 метров Точно бросить якорь и высадиться на отвесную скалу – ювелирная задача Но самое главное – точка 100 расположена в открытом море В этих условиях любое ЧП грозит обернуться серьезными неприятностями Я думаю, что эта точка сейчас ничем не обозначена Буй, который поставили в прошлом году, наверняка унесло льдом, а в этом году мы там еще не были Но у нас же есть координаты Координаты есть, да, но смотри, какая погода Несет ветер И даже если мы точно выйдем на эту точку Не факт, что мы нормально встанем на якорь По 10-ти бальной шкале погружение на точку 100 – это я бы назвал так 8-9 баллов Я не то чтобы противник погружения на эту точку Просто это место достаточно опасное Тем более непонятная какая погода будет Если будешь тормить, будет сильный ветер Если мы точно не попадем на эту точку То у водолазов могут случиться проблемы Потому что вокруг глубины 60 метров Они могут расплыться в разные стороны Их куда-то разнесет течение И это практически открытое море И там нужно будет искать Мы туда, во-первых, идти будем полтора часа Сожжем полбак бензина А если якорь еще, не дай бог, упадет на склон Помнишь, как мы опускались по якорному концу А якорь болтался в кучине морской Дна не было видно Все погружение было 8 минут Ну давай мы просто кинем там якорь Несколько раз в этой точке И наверняка попадем Не, ребята, надо думать Мнения исследователей разделились Антон предлагает не торопиться И еще раз обследовать безопасные точки на дне Остальным не терпится закончить победой Затянувшуюся охоту У Антона аргументы, конечно, обоснованы Антон вообще человек опытный Он знает, о чем говорит Конечно, я его в его аргументах поддерживаю На самом деле внутри Но в моем характере решить проблему Наименее трудоемким способом Но с максимальным результатом Все должно быть просто Судно команды берет курс на точку 100 Впереди открытые воды Беломорского Зазеркалья И последний в этом сезоне шанс Обнаружить неуловимую флабелину Полярис Если точно выйдем, можно из корабля нырнуть и попробовать доплыть Корабль лучше будет немножко в стороне Потому что подбирать вас будет, собственно, зодиак Если вы в районе корабля вынырнете А его будет мотать на якоре Нужно будет перегружать все оборудование в зодиак Я предлагаю здесь одеться, спрыгнуть корабля Вот, это я и хотел услышать Так, ребят, значит, помните Страна, собственно говоря, стенка на скале Находится с юга Если попадаете на илистый склон Смотрите его экспозицию Окей Вот, если с запада, значит, идете на восток С востока, значит, наоборот, на запад Не пройдете мимо Мы как-то раз промахнулись, Стеба И там долго лазили по илистым склонам Пока нашли ее обратно И вы одни Ну да Ну все, готово Еще погнали Двое водолазов скрываются под водой Они не ошиблись в расчетах И точно вышли на склон подводной скалы Медленно и осторожно Александр и Дмитрий Опускаются на отметку 30 метров Возвращение с такой глубины Связано с процедурой постепенного всплытия Декомпрессии Поэтому полезное время поисков и работы на глубине Уменьшается в разы Подводные биологи достигли зоны поисков Склоны скалы резко уходят в глубину Водолазы обследуют каждый сантиметр Водолазы обследуют каждый сантиметр Драгоценные минуты утекают как вода Также о себе дает знать перенасыщение организма азотом Азотный наркоз вызывает у человека сонливость И даже легкие галлюцинации Наконец-то Табулярии И на них Что-то сидит Вряд ли это галлюцинация Нет Это флобелина Ошибки быть не может Космические формы Гребешок толстых фантастических попил Не перепутать ни с чем Молодцы! Молодцы, ребята! Давай, вытаскивай! Полярий! Полярий! Я там! Отлично! Вот он! Вот он! Гляди, гляди, плывет! Здорово, здорово! Поиски моллюска флобелины полярис завершены Теперь ученые могут во всей красе рассмотреть таинственного обитателя беломорских глубин Его неземная внешность – результат удивительной трансформации Дальний родственник улиток избавился от раковины и приобрел россыпь двинных иголок попил Это мягкое оперение – секретное оружие поляриса Полярис, конечно, совершенно удивительный моллюск Питаясь тубуляриями, которые обладают теми же жгучими клетками, которыми обладают медузы Он каким-то особенным образом не переваривает их, а переносит себе вот в эти белые кончики И каждый хищник, который пытается его попробовать, тут же получает заряд жгучих стрекательных нитей, которые вылетают из вот этих белых кончиков Это фантастика и в эволюции такого больше нет Чудо эволюции Моллюск флабелина полярис научился воровать и использовать чужое средство защиты Перед вами редчайшие кадры С помощью специальных камер биологам удалось снять процесс питания флабелиной полярис За несколько часов моллюск полностью поглощает жгучую табулярию По какой-то причине стрекательные клетки жертвы не срабатывают По пищевым каналам поляриса нетронутые капсулы переправляются в белые окончания попил Опасный арсенал готов к новому использованию Расшифровка этого уникального механизма сулит человеку не только научные открытия В изучении подводного мира есть одна удивительная особенность Вы никогда не знаете, что вы получите Возможно, кто-то через 5 лет или через 10 лет, изучив механизм, как он не переваривает эти стрекательные клетки Научится делать какой-нибудь крем для кожи И люди научатся купаться рядом с медузами, смертельно опасными А от медуз, между прочим, умирает в 100 раз больше, чем атакул ежегодно 600-700 человек, когда атакулся в 6-7 Надвигается зима Глубокие воды становятся все холоднее Страсти в этом мире очень странных существ утихают Бурная, короткая жизнь Белого моря прошла свой пик и скоро уйдет обратно В небытие Как в космосе, который полон тайн, здесь воцарится холодный покой и тишина Вот интересно, что многие люди мечтают встретить инопланетяны какие-то внеземные формы жизни Хотя вот они, прямо здесь у нас под носом, в Белом море и вообще во всем Мировом океане Огромное количество самых разных жизненных форм, невероятных Я бы не сказал, что они какие-то инопланетные Подводные существа, которые живут на дне Белого моря, они гораздо старше нас Старше человеческой цивилизации во много-много сотен раз Они были первыми И они живут, и они нас переживут еще И это вот с их точки зрения мы похожи на каких-то инопланетян, которые к ним спускаются с небес В окружающем нас мире существует множество удивительных созданий, которые еще не изучены человеком Там, в глубинах Мирового океана, они ждут своих первооткрывателей Тех, кто может сделать новый шаг в их фантастическое зазеркалье За границу наших знаний о жизни на планете Земля Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok